Здравствуйте, я приветствую всех телезрителей телеканала Универ ТВ, наших социальных сетей Казанского Федерального Университета. И сегодня у меня очень приятная беседа, приятный собеседник, прежде всего, потому что у нас может получиться профессиональный наш медийный разговор, который мы не часто себе позволяем. Медиа вообще такая система, которая о себе рассказывать не сильно охотно, хотя всем другим очень охотно рассказывать о том, как правильно жить и как живут другие, и как неправильно другие живут. Я представлю вначале нашего гостя, это руководитель, главный редактор проекта МЕЛ, такого крупнейшего, популярного, очень интересного проекта, те, кто так или иначе связан с темой образования, воспитания, вообще интересуются, кому не безразлично то, что происходит с поколенческими, да, какими-то вопросами, вопросами образования и воспитания, опять же, повторяюсь, точно знают этот проект. Надежда Попудогло, не ошибся, все-таки добрый день, но я же обещал профессиональный разговор, не столько все-таки про детей, про образование, про воспитание, а все-таки про наши медиа. Вы, ну, во всяком случае, вот два года на площадке Казанского федерального университета, в том числе, проводится фестиваль «Вместе медиа», и эти два года мы рады встречать вас у себя в гостях, но возникает вопрос, а вот когда такой, в общем, человек, состоявшийся в медиапространстве, отводит свое время и немалое время для участия вот в таких вот молодежных фестивалях, конкурсах, чего он ждет от этого? Вот что вы хотите увидеть, что вы хотите найти в такого рода фестивалях, такого рода творческих конкурсах, еще не присутствующего на медиапросторах, ну, в данном случае, России? Ну, я могла бы дать очень простой ответ. Мне, во-первых, нравится Казань, поэтому я, наверное, с удовольствием сюда приезжаю, но это касается не только Казани, а и всех городов, куда ездят «Вместе медиа», а если быть уже более серьезным, то, во-первых, мне кажется, любой медийщик, состоявшийся или не состоявшийся, должен когда-то выходить из своей редакции, ходить и смотреть, что делают другие. Неважно, в каком секторе они работают, потому что я вот здесь, например, с удовольствием смотрела не только большой материал, в жюри которого я как раз присутствую, но и, например, посидела, посмотрела видеоработы. Почему это важно? Потому что, во-первых, ты понимаешь, в каком статусе находятся те журналисты, которые, возможно, к тебе скоро придут работать. Это одна причина. Еще не менее важная причина, мне кажется, вот, ну, я работаю уже 20 лет в диджитал-медиа, и все считают, что диджитал-медиа — это когда ты сидишь за своим компьютером, ну, да, у тебя есть определенный там навык юмени и так далее, но ты типа не журналист. На самом деле нет, в диджитале работают в том числе и журналисты, а не только медиатехнологи, аналитики и все остальное. Хотя такие люди у нас, естественно, тоже умели есть и помогают нам работать и доносить тексты до аудитории. Ну, так вот, если говорить про журналистскую работу, мне кажется, условно-горизонтальные связи и вообще общение — это для журналистов очень хороший такой бесконечный навык, который ты должен прокачивать бесконечно. И неважно при этом, с кем ты общаешься, со студентом, который задает тебе, ну, может быть, это простые вопросы. На самом деле очень важно понимать, что волнует студента, который потом будет работать в наших медиа. Или уже какой-то состоявшийся журналист, который вот работает в совершенно других условиях, но вы все равно находите общие точки, у вас масса общих интересов, и вот это общение я ценю, если честно, больше всего. Я еду в первую очередь за тем, чтобы не для того, чтобы кому-то рассказать что-то полезное, хотя я надеюсь, что я это делаю, но за тем, чтобы как раз попасть вот в такой реальный невыхолощенный нетворкинг, потому что, ну, в Москве мы часто, да, я бы сказала, что журналисты встречаются не так уж часто и общаются не так уж много. А вот, кстати, с чем это связано, что я вот даже в прелюдии не зря эту фразу обронил, что журналисты не очень часто рассказывают там о своей кухне, что называется, ну, если это не каких-то пиаровских там целях, в целях промы, самопромы, и вообще вот общение между ними зачастую носит очень натянутый, если не сказать, конфронтационный характер. Ну, я могу сказать так, что есть разные сферы журналистики, и везде очень по-разному складываются отношения. Например, в диджитале все достаточно просто. Например, я могу позвонить, ну, условно очень, вот в Москве есть компании Holding Redefine, который объединяет известное, я думаю, достаточно издание The Village, Вандерзин и так далее. Есть издатель Леша Амютов, который сейчас уже немножко отошел от дела, но у нас нет, хотя мы теоретически на рынке конкуренты, мы всегда с радостью разговариваем о каких-то вещах, которые, ну, которые мы видим, которые нас волнуют, обсуждаем что-то и так далее. Но при этом, когда я до этого в течение долгого времени работала, например, в агентстве, я работала в агентстве Интерфакс, которое, я тоже думаю, многие знают, я наблюдала, да, как, например, для... Ну, агентский журналист, естественно, там совсем другой уровень конкуренции, когда ты стоишь и ждешь подход, и секунды играют роль, естественно, ты не станешь рассказывать своему другу, даже если ты со всей симпатией к нему относишься, где ты раскапываешь свои эксклюзивы, куда ты пойдешь завтра, или почему ты сейчас вдруг быстро уходишь, не доживав там пирожок, и говоришь, ой, извини, я пошел. Ты не будешь говорить, там Новак выходит, я знаю, что он сейчас там будет. Так что все очень по-разному. Плюс ко всему, например, мне кажется, журналистам из разных секторов иногда бывает сложно понять друг друга. Я сейчас сталкиваюсь с этим, когда, например, ко мне приходят на собеседование в МЕЛ люди из бумаги, из принта, из живого. И мы очень по-разному измеряем все, что мы делаем. И даже мы по-разному измеряем время. То есть отношение ко времени, к продукту труда и к тому, что с ним будет, настолько разное, что, ну да, нам как-то прям вот иногда даже мало о чем можем поговорить. Вот как-то так. А вот молодые журналисты, то, что вы уже говорили, да, интересно посмотреть на те, кто, возможно, придет в конкретную редакцию, или вообще в целом в профессию придет. Как вы их сегодня оцениваете? Существует заезженное мнение, которое, оно как-то периодически утухает, а потом опять, сейчас мы, возможно, коснемся того, почему, опять возникает, о том, что они вот слабенькие, никакие, что лиды не перспективные, что недалекие. Для нас не безразлично узнать ваше мнение, как профессионалы, практика о том, как и что вы видите в молодых журналистах, в тех, кто хочет себя посвятить журналистике, вот общаясь с ними, в том числе и на таких фестивалях, как Мести Медиа. Ну, у меня еще очень большой опыт, потому что мы постоянно берем стажеров, и к нам постоянно приходят стажеры, потому что они начинают читать имел, когда заканчивают школу, и дальше, когда они думают, куда пойти попрактиковаться, они идут к нам. Тем более, что мы, я так понимаю, в определенном смысле, из московских медиа, очень демократичны в смысле стажировок. Ну, то есть, к нам попасть проще. Можно написать мне письмо, и я отвечу. И за это время через нас прошло огромное количество стажеров. Сначала я считала, потому что я люблю гордиться какими-то цифрами, я говорила там, за год у нас было 100 стажеров, за год у нас было 120, потом я сбилась и решила, что это, в общем, несущественно. Я считаю другую цифру. Я считаю, сколько людей из числа стажеров потом перешли работать в редакцию. И за 4 года у нас эффективно работают так или иначе с редакцией либо на штатных позициях, либо на внештатных 5 человек. И я считаю, что это очень хорошая конверсия. Вот для меня она очень хорошая. То есть, это мотивированные люди, которые пришли, прошли 2 недели стажировки, потом еще провели с Мелом примерно год, дожидаясь, когда будет вакансия, и потом благополучно сейчас с нами вместе работают. Так что, на самом деле, все как обычно и как было раньше. Все зависит, во-первых, от самого человека, от его желания работать. И желание работать именно в этом секторе, потому что, когда ты приходишь в цифру, ты должен быть человеком определенного склада тоже. Точно так же, как, ну, опять же, вот это отраслевое. Кому-то нужно гнаться за секундами флэши и экспрессов, а кому-то нравится гнаться за темой, которая заденет многих и уйдет вот так вот в цифровом мире будет жить. А кому-то интересно что-то совсем другое. И еще я наблюдаю, что очень многое, конечно, зависит от наставников, потому что, ну, по московским вузам я уже даже знаю педагогов, от которых к нам приходят очень классные молодые ребята. То, что они что-то не умеют, да, естественно, мы все чего-то не умели, когда выпускались из вуза. То, что они хотят научиться, однозначно, да, и у меня нет ощущения, что приходят какие-то вот... Наоборот, я очень рада, потому что приходят сейчас ребята, которые умеют делать много больше, чем люди 30+, которые приходят на собеседование. Для них не проблема сделать лендинг, если нужен лендинг. Они не теряются, когда им даешь какую-то задачу, связанную с цифрами, то есть где нужно работать не с интервью, а с данными. То есть у них уже другая подготовка. И тут, да, наставник и желание самого человека. И вот, пожалуйста, прекрасный журналист, который может взять большой массив цифры Ростата и сделать из этого большой материал. Он разберется, поймет, построит те самые инфографики, и даже скажет дизайнеру, как лучше сделать эту инфографику иногда. Так что нет, все нормально у нас с ребятами, и я очень рада, что так. Мне кажется, у нас средняя статистика по больнице, она не меняется, хотя сейчас больница плохое слово. Средняя статистика по сектору не меняется. Всегда есть те, кто идет осознанно, а есть те, кто поступает на журфак, потому что думают, а, ну я потом стану пиарщиком, пиарщики получают много денег, сейчас я вот пройду, мне сказать, три стажировки, но вот отсижусь как-нибудь две недели, там, три материала сделаю кое-как. Таких тоже много. Кстати, вот как вы относитесь к этому, раз уж эту тему неожиданно обозначили? Вот даже мы готовим отдельно тех, кто называется журналисты, тех, кто хочет посетить свою жизнь телепроизводству, не только тележурналистики, телепроизводства, там разные профили внутри. Отдельно совершенно готовим специалистов в области пиар и рекламы. Это еще медиакоммуникация, еще направление. Но ведь мы как бы в процессе образовательном рассматриваем это совершенно разные направления деятельности. Но в последнее время просто тотальным стало вот это движение из журналистов в пиарщики. Пиарщики мнят себя большими специалистами в области журналистики. В последнее время даже уже и телевидение, и кинопроизводство. Просто это какое-то естественное слияние на компетенции происходит? Или это что-то нездоровое? Вы знаете, мне кажется, это естественное состояние нашего рынка, которое уже много лет неблагоприятное, медиарынка, я имею в виду. И многие люди уходят, хорошие журналисты. Я наблюдала это как раз, когда мы работали в Интерфаксе. Это было особенно заметно, потому что в Интерфаксе есть много отраслевых журналистов, которые прекрасно знают свой сегмент тем. Нефтяники, газовики, электричество, цифра и так далее. И вот всегда кто-то стоял снаружи из хантеров и ждал, когда журналист выйдет. И предлагали всегда прекрасные вакансии в пресс-службах и так далее. И понятно, что конкурировать по зарплатам с большими корпорациями сложно. И понятно, что человек может первый раз отказаться, второй раз отказаться, а на третий он уходит, потому что у него появляются какие-то жизненные обязательства, появляются какие-то потребности, и медиа здесь не всегда могут выигрывать. Такая же точно проблема у меня, но у меня, ну в смысле вот умело, не у меня даже. Мы, например, очень хорошо готовим людей, которые работают органично в цифре и готовят контент по цифре, который хорошо дочитывается. То есть мы готовим не только хороших редакторов и журналистов, но очень технологичных таких вот, технологичные единицы. И поскольку мы живем на самоокупаемости, мы не можем себе позволить очень высокие зарплаты. Естественно, раз в год меня точно так же прочесывают расческой, только у меня забирают людей, не в пиар, а как правило, сейчас в крупной корпорации везде есть огромные контент-отделы, они есть у Яндекса, у Сбербанка, у всех. И вот эти вот контент-отделы корпораций пополняются как раз за счет журналистов. Это вот такое вот веяние новое времени. То есть если раньше действительно все считали, что пиар — то место, где журналист всегда заработает, то сейчас это еще и корпоративный контент, корпоративные медиа, корпоративные соцсети, корпоративное продвижение. Вот. А что касается противостояния журналистов и пиарщиков, я очень... Ну, у меня очень много друзей, которые ушли из журналистических пиар, сейчас работают как раз в тех самых корпорациях в основном. С ними у нас прекрасные отношения. Плохие отношения с теми, кто, например, берет и присылает тебе 8 пресс-релизов за день без здрасти, без до свидания и не по теме твоего ресурса. Вот с этими пиарщиками у меня плохие отношения, потому что, ну, если вы пишете в МЕЛ, то зачем вы присылаете нам статистику, я не знаю, там, отработки какого-то там типа отходов за последний квартал. Нет, нам это не очень интересно, мы не работаем с этой темой. А вот сейчас вы говорили о том, что журналист может за большие деньги, да, это правда, стать пиарщиком, даже очень хорошим. А пиарщики могут стать журналистами? Вот есть какие-то все-таки в журналистике особые технологии, особые компетенции, которые, ну, все-таки надо особым способом постигать, а они вот так легко и свободно перескакивая из пиара и рекламы в журналистику. И окажется, что никаких особых компетенций у журналистов и нет. Поняли, да, суть? Да, я поняла суть, я просто чувствую внутреннюю неловкость, потому что, например, меня постоянно упрекают, что я не педагог, но руковожу медиапрообразованием. И точно так же меня упрекают, что я руковожу медиа, но при этом я не журналист. Ну, я, кстати, тоже не журналист, а социолог я по образованию. Вот, а я выпускник исторического факультета. И я точно знаю, например, что мне дал исторический факультет для того, чтобы я могла быть журналистом и вообще могла управлять медиа. Меня учили анализировать те самые данные. Вот, и это очень серьезный навык. На самом деле, хорошему пиарщику он тоже нужен. Просто, мне кажется, есть вот с пиар-сегментом есть определенная проблема, что был такой момент в нашей системе высшего образования, когда у нас в каждом вузе возникал факультет пиара и маркетинга. Да, да. Уровень подготовки, вот тут можно говорить честно, был супернизкий. Оттуда выходили люди, которые не владели ни навыками действительно маркетологическими. Они не понимали, зачем исследование, что такое там, например, исследование бренда, как работать с брендом, как организовывать компании и так далее, и там подобное. И вот в какой-то момент на рынке оказалось очень много таких пиарщиков, которые как пиарщики не состоялись, решили, ну ладно, пиарщик – серьезная профессия. Пойду я в журналисты, там ничего не надо. Но в журналистах они тоже не задержались, где они сейчас, я не знаю, но точно не в журналистике, не в качественной журналистике. Может быть, где-то они пишут тексты, как копирайтеры, но нет. Ну и, конечно, есть определенная история, что журналистика – это все-таки язык. И я очень благодарна тем, опять же, преподавателям в вузах, на журфаках, которые учат по-прежнему, несмотря на то, что нам важно учить технологическим вещам, учат ребят языком, правилам редактуры, владения языком. Потому что это поразительная история, к тебе приходит человек, который может все в цифре. Он может спродюсировать компанию, он теоретический журналист по образованию, может спродюсировать компанию, может придумать активации для соцсетей, триггеры для рассылок. То есть все, что... Ну, ты говоришь, а ты текст-то умеешь писать? Говорят, ну да, умею. Туда, что с твоей заданием тебе приходит страшнейший текст, написанный языком газеты «Правда». К счастью, в этот момент из рощи вышел олень. Ситуация была спасена. Как заявил председатель правления, все у нас идет хорошо. То есть там нет непоследовательности, куча шаблонов, штампов, ну, в общем, ужасный штампованный текст. А есть люди, которые до сих пор прекрасно пишут. Я считаю, что хорошо писать нужно уметь, ну, абсолютно всем журналистам, вне зависимости от того, с каким форматом ты работаешь. Потому что даже если ты работаешь, например, в радиоэфире, все равно язык — это продолжение того, что ты пишешь, то, что ты произносишь, это продолжение того, что ты читаешь, пишешь, твоей вообще вот этой практике начитанности, написанности, наслышанности, которая журналисту прям супер важна. И вот это да, это прям супер знание. Я бы сказала, что это суперсила, как у супергероев. А что сыграло, на ваш взгляд, на понижение уровня доверия в обществе к журналистам? Вот приход большого количества дилетантов, какие-то внешние ограничители, которые очень активно в последнее время, ну, работают, надо признать, да, на медиапространстве. Что-то еще? Почему общество с некоторых пор стало с насторожностью относиться к журналистам? Ну, общество тоже очень разное. Не доверяйте. Общество тоже очень разное. Есть известная история хлопка, как некоторые наши медиа сейчас называют, любой там, ну, вместо слова взрыв употребляется в соусочетании произошел хлопок. Вот. И, естественно, достаточно продвинутому читателю, сейчас говорим вот об одном секрете, для него этот хлопок смешон. Он прям сразу чувствует эти шоры, и, естественно, он не доверяет и дальше. Тут они сказали, что это хлопок, а дальше, может, они тоже что-то говорят не так, может, дальше еще миллион секретных слов. Что касается более широких масс, тут два очень важных фактора. Во-первых, то, что в какой-то момент помимо журналистов стало очень много блогеров. Я сейчас не принижаю блогеров, не возрушаю журналистов. Это интересная тема, да. Но произошло смешение. И люди, которые не очень близки медиа, которые никогда не интересовались медиа, они начали тонуть в потоке информации. Они открывали свои соцсети и видели вот эту бесконечную ленту, где блогеры, какие-то сообщения СМИ, потом какая-то бабушка, потом опять блогеры, какая-то картинка. И люди перестали вообще видеть. Мы же сначала жили в какой-то парадигме. Мы знали, что вот раньше были сайты у людей, которые они оставляли в закладках. Говорили, я всегда читаю коммерсант. Сейчас человек читает, он даже иногда не фиксирует, что он читает. Коммерсант это был. Ну, только по цвету, мне кажется, подложки там на сайте, например, он что-то распознает. Вот. И точно так же перестали распознавать и блогеров. И, естественно, стали говорить, что, ну, вот я тут читала вчера у журналиста там такого-то. Да полная ерунда. Потом ты смотришь, что за журналиста, а это просто какой-то там, ну, да, супер рядовой блогер, который надергал то, что-то из 15 источников и криво там у себя в Инстаграме рассказал, что происходит. Плюс ко всему, мне кажется, журналистика, и это в силу еще естественных ограничений, ну, чтобы журналистика была близка человеку, она все-таки должна отвечать на вот эти пресловутые три вопроса. Что происходит? Как это меня касается и что будет дальше? К сожалению, мы вот это очень плохо отрабатываем. И за это я, например, благодарна изданию «Медуза», вне зависимости от его, многие говорят там про политическую ангажированность и так далее, неважно. То, что они вернули жанр разбора, это очень важный жанр для человека, когда тебе объясняют, что произошло, что, как это тебя касается. Вот сейчас вот нам в Москве сказали, что у нас, типа, страховая компания «Спаски ворота» закрылась, а там у половины москвичей полисы ОМС. И эти москвичи бегают и кричат, что, менять, 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 не менять? И, в принципе, нормальный городской журналист должен был бы... Вот это, кстати, почти ушло из журналистов профессиональных. Да, мы перестали объяснять людям, что с ними происходит. Мы либо пишем вот об этом, либо у нас пропаганда, либо у нас скандалы, интриги, расследования, а где то, что касается человека? Человек вообще вытерт. Естественно, происходит так. Ну, и последнюю причину, наверное. У нас, мне кажется, серьезная проблема. Этим должны заняться школы в первую очередь. у всех с тем, насколько вообще мы умеем критически осваивать информацию. То самое критическое мышление, о котором столько говорят. И люди часто не доверяют тем, кому можно доверять. Но при этом вдруг безоглядно верят тем, кто никогда в жизни не сделал ничего, что имеет отношение к нормальному отражению фактов, нормальной журналистике и так далее. И это в том числе связано из-за того, что у человека просто нет, даже не возникает стимула проверить то, что он прочитал. Посмотреть второй источник. Посмотреть шире на то, что происходит, попробовать что-то узнать, а не просто выцеплять вот эти отдельные отдельные отзывы из своих каких-то лент или там с главной страницы Яндекса. Многие, вот, мы когда говорим, я спрашиваю иногда людей, как вы считаете новости в интернете? Они мне говорят, ну вот в Яндексе есть пять главных строк, но пять главных строк Яндекса это не новости, это алгоритмированный механизм Яндекса, но это не картина мира, это способ сформировать картину мира. Но если вы хотите что-то понимать, вы должны немножко критичнее к этому относиться, вы должны сделать следующий шаг и посмотреть, есть ли где-то 10 строк. Ну вот как-то так. То есть тут много всяких разных изменений, они продолжают идти, например, сейчас, когда в Меле есть раздел подростки, где мы общаемся с детьми от 12 до 18 лет, они нам пишут тексты, записывают с нами подкасты, и вот мы их спрашиваем, а где вы читаете новости? Например, они говорят, ну вот есть такой популярный паблик в ВК, Лентачи. Мы читаем новости в Лентачи. Вот она, картина мира, удивительная. Вот тоже начали, заметьте, вы сами начали эту тему, но очень серьезную, которую мы не могли тоже сегодня обойти по-любому. Все редакторы, руководители, СМИ, в первую очередь, все-таки будем говорить о них, пока не о блогерах, не о тех, кто так или иначе присутствует в социальных сетях, в социальном пространстве, руководители СМИ сегодня научились в один голос говорить, еще недавно, кстати, не все говорили, сегодня уже все говорят, как заклинание одну фразу, нас спасет годный контент, хороший контент, главный контент, хороший контент всегда победит. Почему я говорю, вы начали эту тему, вы вспомнили Медузу с ее разборами, да, вот один из примеров годного, что называется, контента, того самого, который, собственно, и востребован, и нужен. С вашей точки зрения, что еще характеризует вот тот самый качественный контент, который реально сегодня был бы востребован, который СМИ сегодня предложить по каким-то причинам не могут, ну, соответственно, там вот социальные сети пока потирают руки и ждут смерти СМИ и мы, и мы, да. Смотрите, я всегда тоже очень осторожна с тем, что такое, ну, во-первых, да, нас спасет хороший контент, и это даже правило Гугла, потому что контент — это король, но, когда мы говорим хороший контент, у каждого медиа это хороший контент, принципиально разный, и что такое хороший контент для вас, когда, мне кажется, когда человек приходит в редакцию работать, вот любой журналист, начинающий, не начинающий, не важно, он должен в первую очередь спросить, для кого мы работаем, кто там, с другой стороны, телевизора, радиоприемника, ноутбука, чем лучше ты понимаешь этих людей, тем лучше ты можешь, тем проще тебе стать для него хорошим контентом. Например, у меня есть например, в Миле работают молодые люди, которым по 24 года, редакторы, у нас с ними всегда происходит один и тот же смешной разговор, я говорю, ты сейчас не Ваня, тебе не 24 года, а ты сейчас, я, женщина 35+, которая сейчас сядет в метро и поедет на метро домой, заберет ребенка из школы, приведет его, посадит в домашку, успеет что-то там убрать, что-то там сделать, проверит домашку, уложит спать и так далее. Вот ты, я, и сделай так, чтобы такому человеку, как я, было хорошо, интересно, комфортно, подумай, о чем я сейчас думаю. И пример вот непопадания в это бывают очень просто даже комичными. Например, когда был период карантина, мы готовили вместе с одним из наших, должен был быть партнерский текст, то есть рекламный текст от клиента. Клиент очень хотел, чтобы мы предложили родителям какие-то способы расслабиться, вот, пока все заперты дома и уже был конец карантина, когда все были уже слегка на взводе. И у меня сел писать его редактор, она поговорила с психологами, взяла два интервью и все остальное. Первая строчка была «Помедитируйте». Я пришла к ней и говорит, «Душенька, ты представляешь, квартира 50 метров, там 4 человека, а может еще кошка и даже собака. Что ты предлагаешь сейчас человеку? Вот это негодный контент. Ты не попал в своего человека. Твой человек может интересоваться чем угодно. Почему так популярны тематические форумы? Потому что там разговаривают о том, что близко людям, неважно, это машина, рыбалка, дети и прочее, они же до сих пор живы. Это феноменальная история. Они не идут в комьюнити, в соцсетях, там крупнейший форум Drive.ru жив-здоров уже многие десятилетия. И люди там по-прежнему и новые регистрироваться приходят. Так что да, правило годного контента это контент, который произведен сознанием аудитории. А второе правило это контент, который, например, не переписан из Википедии. И третье правило это все-таки помните о том, что мы журналисты. И вот сейчас тоже на разборе видеоработ был яркий пример, когда журналист сделал видеоматериал о проблеме. Серьезная проблема отсутствия питьевой воды в поселке и так далее. Но он взял только одну сторону людей. Но он даже не попытался взять вторую и понять, что же там на самом деле с этой водой происходит. Мы можем показать дострадания людей. И им было, я думаю, приятно этим людям, что их снимали и что на них обратили внимание. Но они-то хотят не только, чтобы на них обратили внимание, а чтобы было то, ради чего и журналистика действия за тем. Чтобы после этого что-то случилось и вода снова появилась или хотя бы появилось обещание воды. Уже тоже движение. Да, вот эта цепочка доверия медиа, последующие действия, воздействия, то есть побуждение к действию, она нарушена, она где-то сбита. Вот, кстати, про знание аудитории. А вас как руководителя медиапроекта, ну, с коллегами общаетесь, вообще устраивают сегодняшние, ну, скажем, медиаизмерительные инструменты, медиаметрики? Они позволяют вам в полной мере вашу аудиторию, ну, вам, наверное, чуть проще ответить на этот вопрос. Все-таки более целевой контент у вас, да? Ну, возьмем такое типовое, среднестатистическое, общественно-политическое издание. Как вы думаете, они вообще представляют сегодня свою аудиторию? Они могут нынешними медиаинструментами ее досконально понять? И не только ядерную аудиторию, ее еще как-то с трудом, ну, можно вычислить, да, есть инструменты, но понять, как эта ядерная аудитория дальше посредством этого контента действует, побуждает, каким действием ее тот контент, который она получает от своего издания. Вот такой, почти социологический вопрос. и в принципе, например, я считаю, что digital находится в супер выгодной позиции, потому что у нас очень много качественных инструментов, самых разных. У нас есть инструменты для замеров, ну, классических замеров аудитории, стандартной аналитики. У нас есть аналитики контента, у нас есть аналитики сголовков, у нас есть аналитики рекламных мест и так далее, и там подобное. Просто часто с этим возникают проблемы. Никто не хочет долго и муторно возиться с этими данными. А вот почему, кстати, не хотят? Отчасти, потому что этому не учат. То есть, я могу сказать тоже, что меня не учили, и меня спасло только то, что в течение многих лет я этим занималась, и должна была это делать. И по неволе у меня не было выбора, и, ну, мне не противны цифры. Я, в принципе, ничего не имею против Excel, и очень жалею, что у меня в школе была слабая математика, и мне пришлось многое наверстывать, когда я уже была совсем большой. Вот. Но кажется, что это не журналистская работа. То есть, даже вот, я все время у нас небольшой спор с редакторами. То есть, редакторы заходят в аналитику, смотрят, сколько там, Надя, у моего текста 70 тысяч просмотров. Я говорю, а ты посмотри, сколько у других текстов за сегодня просмотров, хорошо это или плохо? В какой мы точке сейчас? Вот. Но, я должна сказать, что даже этих инструментов нам не хватает, чтобы понять особенности аудитории. И для того, чтобы, например, эффективно работать и с точки зрения контента, ну, то есть, тем интересных аудиторий, и с точки зрения рекламы, чтобы лучше продавать рекламу, чтобы не подсовывать человеку то, что ему не нужно. Ну, потому что конверсию никто не видит толком. Да. Мы вот сейчас были вынуждены, это был там очень для нас тяжелый шаг, потому что такие специалисты стоят дорого, но мы наняли аналитика, которая помогает нам работать вот уже глубже с теми данными, которые у нас есть. Потому что, например, мне кажется, это хорошая, на самом деле, новость. Да, выживание в условиях экономии, оно всегда полезное. Ты не запускаешь, как вот, я иногда смотрю, как, и тихо завидую, как люди, коллеги на больших бюджетах, на федеральных, могут позволить себе взять и запилить гигантский проект. Там будет и AR, VR, и то, и это, и красиво, и очень качественно, и все здорово. Мы себе не можем этого позволить, потому что мы выкинем из бюджета огромную сумму, вот, а это может не окупиться. Поэтому мы садимся и все считаем. В общем, для нас аналитика это способ не только быть рациональным и ближе к читателю, но и способ быть экономнее. То есть, когда мы выводим формат на рынок, мы сразу просчитываем, насколько он будет эффективен и сможем ли мы его продать. Потому что нам нужно окупать форматы, платить людям зарплату, нормальные вещи, делать приятные всем. А, кстати, вот как вы пережили пандемию, ну, пик пандемии, да, вот тот самый тяжелый период, когда какие-то медиапроекты свернулись, какие-то медиапроекты переориентировались срочно, какие-то, ну, уповали на бюджетную поддержку, всевозможные там налоговые преференции и так далее. Вот вы как пережили это? На что уповали и за счет чего выставили? Мы продавали с утройной силой. Мы вывели несколько новых форматов на продажу тут же, когда мы, ну, в общем, я не знаю, мне кажется, я еще в январе ходила, ну, после того, как первая летучая мышь прилетела, я ходила и говорила, что ничем хорошем это не кончится, поэтому я прям ментально была готова и морально к происходящему. Нет, история такая, что, да, во-первых, все работали в три раз больше, потому что все понимали, что стоит вопрос, да, о выживании, при том, что у нас был, у нас не был пустой баланс, то есть у нас были деньги на зарплату, на все остальное, но было совершенно непонятно, как поведет себя рекламный рынок, а началось все с того, что были отозваны почти все контракты, которые у нас стояли на подтверждение, прям вот буквально так одним днем, причем это были большие размещения, которые обеспечивают тебе стабильность такую, ну мы решили, что мы будем делать, окей, и мы потестировали несколько разных мелких форматов и поняли, что, ну как потестировали, неделю мы это делали, мы поняли, что самое простое для нас сейчас пойти и начать делать инстаграм эфира, потому что люди не хотят читать, но они хотели смотреть, обсуждать, участвовать, они заперты дома, они стали много смотреть инстаграмы днем, и мы два с лишним месяца вели каждый день инстаграм эфира, звали всех наших прекрасных экспертов, которые также были заперты дома, учителей, которые помогали родителям с учебой, в общем, всех кого, кто нам близок, кто интересен нашей аудитории, мы звали к нам в гости, а параллельно мы смогли продать огромное количество вот этой вот рекламной емкости эфирной, и я горжусь, что мы успели выйти с этим на рынок раньше всех остальных, и очень хорошо отработали, этот сегмент, или, например, мы запустили тут же ситуативный подкаст, мы вообще не планировали умножать наш подкаст, у нас есть подростковый, но тут мы запустили ситуативный подкаст для родителей, в котором другие родители рассказывали о смешных и странных вещах, которые происходят с ними на изоляции, этот подкаст тоже выстрелил, и сейчас он тоже уже успешно предается, то есть как бы, в общем, спасение утопающих, ну да, еще спасение пролетариата, говорил Маркс, делай рук, на самом деле это привычная даже история про лягушку, которая упала в молоко, а дальше насколько интенсивно ты будешь грести, Да, вот не могу не удержаться от, он такой и личный, профессиональный все-таки аспект вашей жизни, вашей деятельности, вы состоявшийся медиа-менеджер, медиа-специалист, я не знаю, какой красивый термин применить, мне все очень нравятся, но я знаю вас, и тысячи читателей знают вас еще как человека, присутствующего в соцсетях, вот я, например, знаю по Фейсбуку, а что вы там хотите для себя найти, вот почему Фейсбук, я имею в виду не именно эта площадка, а вот некое еще социальное пространство, дополнительное, которое никак не связано с основным проектом, ну тут я не соглашусь, опять же для меня Фейсбук это грандиозный рабочий инструмент, а вот уже, это, ну то есть, такого нетворкинга, как в Фейсбуке, его сложно представить в любой другой социальной сети, и для меня Фейсбук действительно, хотя я все время, когда переписываюсь с кем-то в мессенджере, в Фейсбуке по работе, я все время говорю, давайте перейдем в почту, потому что у меня, я теряюсь иногда в сообщениях, там, а мой основной мессенджер рабочий, это Телеграм, я не сижу целый день, не проверяю, что у меня в Фейсбуке происходит, у меня наоборот, отключен звук, чтобы меня это привлекало, меня от работы, но, и плюс ко всему, для меня, мне кажется, и Фейсбук, и Инстаграм, для меня способ такой, быть чуть ближе, на самом деле, к моим и друзьям, и близким, и всем остальным, потому что, к сожалению, да, мы редко встречаемся, мы очень редко общаемся, и тут недавно был яркий пример этого, у меня был очень хороший друг, мой однокурсник, и коллега по Интерфаксу, и мы до сих пор в прекрасных отношениях, но общаемся мы примерно раз в полтора года, но это не отменяет нашей взаимной симпатии и дружбы, в хорошем смысле, такого вот вайба между людьми, я тут увидела в Инстаграме у его жены, что у него, оказывается, родился ребенок, которого они очень хотели, давно и ждали, и я подумала, господи, какое счастье, что я хотя бы так об этом узнала, и я тут же сняла телефон, и как старый человек голосом позвонила, говорит, дорогой, я тебя поздравляю, я так за вас рада, говорит, как ты узнала, еще же никто не знает, я говорю, твоя жена уже из роддома, выложила фотографии, не нервничай, вот, то есть да, с одной стороны, это рабочий инструмент, с другой стороны, это инструмент, который, да, позволяет тебе хоть как-то быть в контакте с теми, кто тебе интересен, а иногда это даже не близкие люди, а просто ты вдруг видишь человека, который тебя чем-то вдохновляет, это может быть и текст, который он пишет, в фейсбуке до сих пор многие люди пишут хорошие тексты, просто тексты, а я люблю читать тексты живых людей, или фотографии, ну, и так же, как всех остальных, меня часто раздражают социальные сети, я стараюсь всячески быть, ну, я стараюсь всячески уходить от дискуссий каких-либо и не участвовать в дрязгах, потому что, ну, эмоциональная история, которую ты трачешь на соцсети, она несопоставима с той пользой, которую они тебе приносят, по большому счету, но для меня часто бывает так. Ну, вот, завершение, к сожалению, время вот уходит быстрее, чем мы ожидали, вот про этот феномен, да, социальных сетей, наброс неприятностей на вентилятор, что называется, как, тут уже скорее, даже к человеку, знающему очень многое вокруг темы и внутри темы образования и образованности, как так случилось, и можно ли остановить вот это очень неприятное, дискомфортное, а возможно даже очень опасное уже явление, нетерпимость, агрессивная нетерпимость, которая сегодня устоялась в социальном пространстве. Вот вы сказали, я ухожу от этих вот неприятных дискуссий, но мы видим, когда просто людей втягивают силой путем особой агрессии в эти дискуссии, либо подвергают обструкции совершенно несоразмерной тому, что он, может быть, подумал, решил, и посчитал. Хотел сказать. Да. И забавно, потому что мы вот буквально перед этим разговором обсуждали с моей коллегой одной, а сейчас есть такая модная маленькая социальная сеть Clubhouse, где все разговаривают голосом. Вот. И она говорит, я вот уже неделю в Clubhouse, и ты представляешь, меня ни разу никто не оскорбил. Вот. И ни разу никто мне не сказал, ты такая-сякая, не тот, и мы стали думать, почему так. И эффект очень простой, потому что там разговаривают голосом, разговаривают в режиме реального времени и под реальными именами. Да. То есть создается эффект живого человека. К сожалению, в большинстве социальных сетей эффекта живого человека нет. Люди часто атакуют даже не то, что вы сказали, а, например, тот образ, который у них о вас сложился. Или просто даже не задумываются о том, что вы хотели сказать. Они уцепились за что-то, что им чуть-чуть неприятно. Или что им сильно неприятно. У них был тяжелый день. Они знают, что как-то надо разрядиться. А вот привычная разрядка. Я кому-нибудь напишу гадость. То есть, я, например, вчера наблюдала дискуссию классическую для родительских сообществ, можно ли кормить ребенка грудью в публичных местах, но прикрывшись, ну, вот, нужно покормить срочно ребенка. И опять появился человек, который начал всем говорить, ну, я понимаю, что вам важна ваш фильм-повестка, но вы, конечно, все выглядите, как просто вы какие-то аборигены из какой-то непонятной страны. Ну, то есть, сама тональность, как человек обращается, там, даже те, кто против кормления груди, мне кажется, тут же выступили за в этот момент. В общем, да, мы как-то совершенно забываем, что мы общаемся с живыми людьми. Я, кстати, это очень часто наблюдаю, когда ты с кем-то сначала сталкиваешься в интернете, в том же Фейсбуке, а потом вдруг знакомишься с человеком в жизни, и мы оказываемся нормальными людьми. Ну, это все-таки изначально, это какие-то провалы в образовании, в культурной, что называется, подготовки, нехорошо скажем, в культуре человека. Или вот этот феномен анонимности, который вдруг... Даже не анонимность, а феномен скорости действия и скорости забвения. Тебе это действие ничего не стоит. Ты быстро, ты вычищаешь эту моментальность, а даже если ты атакуешь кого-то, ты быстро забываешь, а, ну да, что-то. И это история кибербуллинга, почему часто кибербуллинг недооценивают педагоги. Они говорят, ну, это же в интернете. Но никто не думает, что в сети ребенка можно нанести не меньше, а иногда и больше ущерб, чем если это будет какой-то классический буллинг, который идет на глазах у педагогов, которые они могут остановить, попытаться остановить и так далее. Все говорят, это же интернет. Но нет, это не интернет, к сожалению, это такая же реальная жизнь. И было бы хорошо, если люди об этом вспоминали, когда они в очередной раз вдруг решают написать что-то обидное другому человеку. Спасибо вам большое. Уж совсем точно в завершении. Вы говорили, что московские ребята из московских вузов, и вы знаете даже из каких лучей, из каких еще лучей приходят к вам на стажировки. А из Казани появляется кто-нибудь? Да, да, у нас было два стажера из Казани и хорошо стажировались. И попасть к нам на стажировку, как я сказала, уже очень просто. Вы уже слышали про Инстаграм и Фейсбук, то есть каналы связи прямой, да? Лучше всего написать на рабочую почту, все мои контакты есть на сайте Мела, и сказать, почему вы хотите стажироваться в Меле, чтобы вам было бы интересно. А дальше все пойдет само собой. Спасибо большое. Приезжайте к нам чаще, тем более, что Казань вам очень нравится, а вы очень нравитесь нам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok